Яван, Иран. Слабость Британии в танкерном противостоянии. Яван, Иран. 24 июля 2019 года. Задержание нефтяного танкера Британии в иранских водах, как и препятствование прохождению ее судов через Армузский пролив, значительно осложнили Великобритании возможности для дипломатического маневра в свою пользу. Одно британское издание, приведя несколько свидетельств, сообщило, что Великобритания попросила США воздержаться от провокационных заявлений по поводу захвата Ираном британского нефтяного танкера. Лондон также заявил, что не имеет возможностей и боевых мощностей для эскорта своих судов в Персидском заливе. Саудовская Аравия, в свою очередь, разрешила иранскому танкеру вернуться в Иран спустя два месяца пребывания в порту Джидда. Как утверждается, она разрешила сразу же после того, как Лондон дал на это добро. Итак, официальные лица Великобритании, сделав несколько грозных заявлений, в частности, пригрозив Ирану адекватным ответом на задержание танкера в Персидском заливе, оказались в весьма сложной ситуации. Издание Daily Telegraph сообщило, поговаривают, что именно Британия обратилась к своему союзнику, США, с просьбой не делать немедленно публичных провокационных шагов в связи с инцидентом с танкером в заливе, поскольку Лондон намерен урегулировать кризис дипломатическим путем. Согласно этим же сообщениям, Белый дом, после того как стало известно о последовавших просьбах из Лондона не драматизировать ситуацию, никак не прореагировал на данные заявления Британии. То же издание писало, что, когда Майку Помпео, главе Госдепартамента США, задали вопрос относительно поведения Ирана, тот якобы заявил, что касательно США я могу сказать, мы делаем все, чтобы добиться разрядки в отношениях с Ираном. Это при том, что Британия всегда старалась убедить США в необходимости усиления давления на Иран. Но сейчас, как мы знаем, президент США Дональд Трамп, лишь только стало известно о задержании британского танкера в территориальных водах Ирана, ограничился обещанием всего-навсего обсудить с Лондоном данный инцидент. А Британия, ранее всегда утверждавшая, что будет готова к любым жестким действиям против Ирана ради безопасного прохождения своих судов через залив, тут же заявила об отсутствии у нее возможности и мощи для патрулирования судов в данной акватории. Таким образом, Британия оказалась фактически брошенной своим ближайшим союзникам. Далее же появляется это сообщение в прессе о том, что именно сама Британия попросила США воздержаться от эскалации напряженности. Попросила явно для того, чтобы в щекотливой ситуации сохранить лицо. Заминистра обороны Соединенного Королевства Тобиас Элливуд сразу после инцидента также заявил, что для решения проблемы с танкером необходимо найти решение, но при этом официально подтвердил, что Лондон не обладает достаточной военной мощью, чтобы сопровождать свои торговые суда. В интервью телеканалу «Скинел» Элливуд сказал, что первой и самой важной задачей Лондона, в этой ситуации будет найти решение всех проблем, которые выявились в связи с задержанием танкера. Британия, утверждал он, должна быть уверена в безопасности своих судов, и потому, по его словам, на проблему необходимо смотреть шире. Заминистра подчеркнул, что Британия тем не менее твердо намерена сохранять присутствие в данной акватории и вообще в регионы, отвечая на вопрос относительно возможных санкций против Ирана. Он заявил, мы намерены изучить все возможные альтернативы, а также провести консультации с нашими партнерами и союзниками по всему миру, чтобы понять, что следует сделать в подобной ситуации. Сразу же после инцидента правительство Британия отдало распоряжение всем своим судам и танкерам временно воздержаться от прохождения через Армузский пролив. Саудовская Аравия освобождает иранский танкер сразу после задержания британского танкера патрулем корпуса стражи Исламской революции. Саудовская Аравия разрешает вернуться ранее задержанному ей иранскому танкеру. Служба ББЦ, ссылаясь на источники в Иране, сообщила, что иранское судно, которое было доставлено в порт Джидды из-за технических неисправностей, возвращается в территориальные воды Ирана. Таким образом, судно, которое, несмотря на устранение всех неисправностей, удерживалось в порту Джидды более двух месяцев, хотя официальные лица Ирана предпринимали попытки добиться его возвращения, неожиданно отпускается на свободу со всей командой и экипажем в полном составе. Иомехр еще в начале июля сообщала, что Саудовская Аравия отказывается отпустить судно под предлогом необходимости возмещения расходов на ремонт. А сейчас оно отпущено на свободу, и по времени это совпало с задержанием Ирана уже британского танкера, а также при отсутствии каких-то резких ответных действий со стороны Лондона. Напрашивается вывод, что иранский танкер был отпущен властями Саудовской Аравии и также по настоянию Лондона. Тон заявления Лондона тоже неожиданно становится гораздо менее жестким. Британские власти, вероятно, надеются, что их судно будет отпущено вслед за задержанным иранским танкером. Подвергнется ли международному преследованию Тегеран Британия, чтобы освободить свой танкер? По-видимому, надеются сформировать некое международное общественное мнение, которое окажет давление на позицию Ирана. Видимо, это намерение скрывается за заявлениями Лондона относительно необходимости решить проблему дипломатическим путем. Через день после задержания британского танкера Лондон обращается с письмом в Совет Безопасности ООН с жалобой на действия Тегерана. По информации агентства Рейтер, Лондон в своем письме не признает за маневрами британского танкера никаких нарушений в территориальных водах Ирана и утверждает, что нет доказательств совершения танкером каких-либо опасных маневров в отношении иранского рыболовного судна, и потому действия Ирана по его задержанию незаконны. Лондон утверждает, что угрозы судоходству в нейтральных водах недопустимы и что действия Тегерана порождают напряженность и потому являются опасным сигналом. И конечно же, Лондон, получив жесткий ответ Ирана на нарушение его территориальных вод, а также на незаконное задержание иранского танкера Грача-1 в Гибралтарском проливе, перевозившего 2 миллиона баррелей иранской нефти, в своей жалобе на имя Совбеза ООН настаивал, что его действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а приоритетом является сохранение спокойствия и поиск мирного решения проблемы. Ведь несколько недель назад Лондон, после инцидента в Гибралтарском проливе и незаконного задержания в международных водах иранского танкера, явно не смог убедить мировое сообщество, и даже своих ближайших союзников, в оправданности своих действий. И теперь он, ввиду однозначной позиции России и Китая, признавших за Ираном право на задержание судов, нарушающих без объяснения причин его территориальные воды, и, несомненно, не добьется желаемого и через Совет Безопасности. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.